А тем временем, после завтра, 20 апреля, кинокомпании «Сахафильм» и «Алмазфильм» представит нас у икутских зрителей новый боевик «Спасатель». Картина покажет работу службы спасения республики. И более подробно об этом кинопроекте нам расскажет Михаил Лукачевский, режиссер фильма, продюсер Сергей Атласов, а также исполнитель главной роли Александр Кабунов. Доброе утро. Доброе утро. Итак, 20 апреля состоится премьера этого фильма, фильма «Спасатель». В каких кинотеатрах, во сколько можно будет подойти? Да, 20 апреля у нас состоится премьера фильма «Спасатель». Он будет демонстрироваться во всех кинотеатрах города Якутска. Премьеры состоятся в кинотеатре «Лена» в 5.50 и в центральном кинотеатре в 7 часов. И на протяжении каких, скольких дней будет идти этот фильм? Ну, обычно прокатный срок составляет две недели. Ага, то есть в течение двух недель можно посмотреть этот фильм, да? Александр, кого вы сыграли в этом фильме? Кто ваш герой? Ага, моего героя зовут Алексей Колесов. Он новенький в службе спасения, новичок такой, можно сказать. И, ну, рассказать его характер героя, персонажа. Он такой человек, который, несмотря на всю плачевную ситуацию, если случилось с человеком, он не теряет никогда надежды спасти человека. Но, да, он, в нем проявляется юношеский максимализм в плане того, что он действует не по уставу, по технической безопасности, он нарушает это все. Но он просто хочет спасти человека, чтобы не случилось. Но он, когда спасает человека, он не спасает именно его. Он спасает его родню от трагедии. Ага. Вот такой вот он человек. А кому пришла вообще идея создать этот фильм? Чего была инициатива? Ну, вообще, директор сахафильма, Шадрин, Дмитрий Васильевич, однажды поговорил с начальником службы спасения. Они как-то поговорили и решили снять... Так родилась идея, да? Да, вообще снять про спасателей, да, на самом деле. И потом меня выбрали режиссером, потому что я работаю с сахафильмом режиссером. И, ну, как... Как бы получилось так, что я самый, как бы, ну, как близкий отношений со спасателем. Потому что до этого у меня фильмы были, как бы, тоже связаны с этой темой. И я с ними уже был знаком. И перед производством его фильмов мы с ним общался, допустим, да, с Находкиным, Николаем Александровичем, допустим. Если мы едем куда-то на экспедицию, на сложные какие-то, на горы, на реки, мы все равно сообщаем им, что мы поехали и там. А кто работал над сценариями? Были ли сложности в этом? Да, над сценарием работала наша сценаристка Мария Находкина, которая сейчас делает вот все фильмы, ну, как бы, пишет. Как бы, единственный наш сценарист вообще в Якутии. И, вот, и, соответственно, сценарий этого фильма. А о чем фильм? Там есть, допустим, супергерои? Вообще, тема была такая, да, вы должны сделать про героев, да. Понятие героя нашего времени есть же такое, да. И кто герой нашего сегодняшнего, нашего дня, да, для молодежи, допустим, да. На кого можно равняться, да. Нет, спасателей, безусловно, можно отнести в герои наших дней. Да, и сновились, да. Потому что я, когда выполнял, снимал, в съемке были, проходили, все вот эти физические трюки. Вы сами себя выполняли. Я сам, хоть я знаю, каково быть в службе спасения, да, поверхностно, но я знаю всю эту тяжелую ношу на себе. Самый, наверное, опасный момент, когда мы снимали концовку фильма, когда я висел на краю моста, полагаясь только на свои физические силы. Без страховки. Да, без страховки. Но это было потому, что у нас под ТАНО, у нас в сценарии... Миша просто увидел это все, да? А давай, да? Да, давайте мы сделаем ничего, что-нибудь усложним, а? И так сделали. А вот какая связь у вас, как актера русского театра, да, и службы спасения? Сказали, почему Александра-то выбрали? А, ну, я знаю, что я был не первый на кандидатом. Вот так вот. Да, конечно, мы выбирали долго-долго. Ну, и остановились вот Саши. И второго главного героя играет Иван Попов, артист Сахо-театра. Он играет самого, как бы сказать, самого героя. Немножко к сюжету вернусь. Вы сказали, что фильм, мы сказали, вернее, что фильм боевик. Но это как бы показываем работу службы спасения. У меня немножко диссонанс боевики и работу службы спасения. Почему так? Я бы даже не назвал боевик, я бы назвал фильм драмой. Это фильм про отношения поколений, про отношения профессионалов, коллег, про отношения друзей. Ну, обычный фильм. А хороший конец вообще в конце? В конце? Пока мы не сможем этого сказать. Ну, вообще фильм, конечно, затрагивает основные темы, проблемы, вопросов отцов и детей. Поэтому, скорее всего, да, это драма с элементами боевика. А вот такие вот фильмы с трюками, да, вот сложно снимать в условиях нашего города? Да. На самом деле, практически это, получается, первый опыт, да, для якутского кино. Постараться сделать, я называю этот, многокадровый фильм, да, где очень много локаций, где кадры очень такие короткие, все там динамично, все. И погоня там, и какая-то, и стрельба какая-то там, кто-то бежит, кто-то там, все есть там, да, поэтому. Вообще, оказывается, надо хорошо подготовиться перед производством таких фильмов. Поэтому мы не были немножко неподготовлены, поэтому мы практически все лето снимали, да. Съемки длились год или сколько лет? Нет, у нас работа над фильмом началась год назад, это работа над фильмом, а непосредственно съемки все лето проводились, да. Ага. А вот насчет бюджета, да, фильмов, вот как много вот вы затратили, извините за нескромный вопрос. Ну, бюджет у фильма около двух миллионов рублей, что касается техники, спасателей, инвентаря и так далее, нам в этом плане очень сильно помогла, опять же, служба спасения Республики Сахай-Якутия, за что огромное спасибо начальнику Находкину Николаю Александровичу. Без их помощи, конечно, было бы нам намного сложнее. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, а дорогие телезрители, мы призываем 20 апреля прийти на премьеру нового фильма «Спасатель». Будет интересно, действительно заинтриговали.